Приветствую вас на канале блог инженера Павлова. Скажите, вы знакомы с дисколампой? Я думаю, что да. Меня попросили посмотреть вот эту дисколампу и если есть возможность, то ее отремонтировать. В принципе на 99 процентов я предполагаю, что в ней сломалась, но этот ремонт дисколампы я решил сделать немного необычный, с элементами эксперимента. Вот она, эта дисколампа. Сейчас я полностью разберу. Собственно неисправность заключается в том, что линза у нее не крутится и диоды не светят. Тут ничего такого не видать, поэтому сейчас разберу дальше, чтобы ничего не мешало работе с дисколампой. Ага, надо же, даже драйвер не заизолировали. Видимо китайцев изоленты нет. Ну да ладно. Отпаял я провода от LED драйвера и также провода от моторчика, идущих к светодиоду, чтобы не мешал моторчик прозвонки светодиода. Итак, прозваниваю светодиоды. Зеленый живой светодиод, так, красный светодиод тоже живой, синий светодиод, а вот синий светодиод по всей видимости не живой. Придется его менять. Неисправный светодиод выпаян, но у меня точно такого же синего светодиода нет, поэтому я поставлю белый светодиод мощностью 3 ватта. В процессе проведения испытаний пришлось заменить также и красный светодиод, так как он моргает. Теперь на плате два белых светодиода. Вот так они светят. Ну а теперь собственно сам эксперимент. Заключается он в покраске светодиодов цветным цапон лаком. Есть у меня цапон лак желтый, зеленый и красный. Я попробую раскрасить ими светодиоды в нужный цвет. Точно так же, как когда-то это делали радиолюбители, когда сами паяли гирлянты из обычных лампочек накаливания. Красный светодиод крашу красным цапон лаком. Наносить цапон лак планирую несколько слоев после высыхания каждого слоя. Синий светодиод я покрашу обычным синим маркером, так как у меня цапон лака синего нет. Проверяю работоспособность. Все исправно. Теперь лампу можно собирать. При сборке лампы я заизолировал LED драйвер изолентой для электробезопасности. Вот, собственно, что получилось. Для сравнения, вот работа оригинальной диско лампы. Как видно, огни у нее более четкие, чем у диско лампы с крашенными светодиодами. Также я решил в зеленый светодиод немного помазать зеленым цапон лаком. А то уж он сильно выделялся среди красного и синего. Синий цвет не получился. Получился серый цвет. Но у меня и не было синего цапон лака. Какие можно сделать выводы по эксперименту с окраской светодиодов? Мое мнение, что оригинал светодиодов для ремонта диско лампы, конечно же, лучше. Но если нет нужных светодиодов, то можно и так. А по большому счету диско лампа одноразовое изделие. И если сломалась, пошел и купил новую. Вот, в общем-то, и все. Ребят, всем спасибо за внимание. Ходите в лес, на природу, дышите свежим воздухом. Ну, а мне, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всех благодарю за внимание. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok